Похожий путь, видимо, придется пройти и Министерство обороны. Еще в июле Степан Полторак официально запросил дополнительное финансирование для повышения зарплат военным. Тогда речь шла о 4,5 миллиардах гривен. Всего в этом году Минобороны нужно плюс 13 миллиардов, к той сумме, которая была предусмотрена в госбюджете. Решений нет до сих пор. Что ждет армию без этих денег? Разбирался Игорь Левенок. Передовая окопы, ежедневные обстрелы. Впрочем, на Восточном фронте без перемен идет окопная война, которая с каждым годом все больше напоминает Первую мировую. Находимся в постоянном ожидании. Вот это как бы основное. Это говорит военный историк и публицист из Киева Игорь Родин. На Донбассе с 2014-го доброволец побывал в плену, вернулся. Два раза продлевал контракт, но в этом году говорит все. Прощай оружие. Для хорошего, мотивированного бойца сидение в окопах никогда не приносит ему никакого удовлетворения. И будь как бы завтра активные боевые действия, я бы в принципе еще сам подумал бы, может быть не уходить и оставаться. Игорю 57 свое отвоевал. Сейчас на фронте много молодежи. Ребята сражаются с врагом достойно, рискуют жизнью, месяцами не видят родных. А когда приезжают в отпуск, слышат такое. Водитель троллейбуса в Тернополе получает 2017-20 в месяц. А тут ты рискуешь больше. После таких зарплатных сравнений у многих бойцов желание служить пропадает. Ведь не патриотизмом единым. Военный эксперт Олег Жданов говорит, кадровые дела в армии плачевные и нужно срочно принимать меры. Я вам скажу, что это катастрофа. У нас на сегодняшний день надо ставить вопрос боеготовности вооруженных сил. Потому что процент укомплектованности настолько низкий, а еще с уходом вот этой волны, то вообще надо ставить вопрос глобально масштаба государства о боеспособности вооруженных сил. Это понимают и военные чиновники. Министерство обороны просит правительство дополнительно выделить 4,5 миллиарда гривен, чтобы уже с 1 октября поднять зарплаты армейцам. Обеспечение военных приравнивается к национальной безопасности. На заседании СНБО президент и премьер говорят о повышении зарплат кадровым армейцам и контрактникам. Но речь идет о бюджете следующего года. И не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контракте армии, а и, соответственно, грешевое обеспечение. Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата было поднято не меньше, как на 30%. Повышать зарплату необходимо, но деньги – не панацея от массового оттока опытных офицеров из армии. Основные причины увольнений – отсутствие перспектив и бюрократия. Финансы на третьем месте. Владислав Селезнев, полковник, теперь уже в отставке. С мая и по ноябрь 2014-го был спикером штаба АТО. В этот период за сообщениями Селезнева с тревогой следили не только в Украине, но и во всем мире. В этом году Владислав уволился с должности заместителя начальника управления по связям с общественностью Министерства обороны. Сейчас может об армии говорить открыто. На самом деле нет ни належного денег, ни належного социального отримания, ни соответствующего социального защитника. Отбывается определенная стагнация. Через недобалу, недолугу кадровую политику извольняются військовослужбовцы. Владислав снимает однокомнатную квартиру в одной из высоток на окраине Киева. Его жилье осталось в оккупированном Крыму. Как в столице живет бывший сотрудник Министерства обороны. Владислав любезно приглашает в гости. За майже рік сделан ремонт, начиная от стану будильников, то есть голые стены, подлога, стеля до шумаема. За ремонт хозяева квартиры снизили стоимость аренды в два раза. Иначе на жилье уходила бы вся пенсия Владислава. После извольнения зла Збройного села Украины, мне нараховали пенсию 6400. Это с вырахованием участия в антитеррористической операции, с вырахованием того, что 26 лет в выслуги. Сколько вы сейчас получаете на руки? Близко 8 тысяч гривен. На эти деньги полковнику в отставке нужно оплачивать квартиру и покупать еду. Поэтому сейчас Владислав ищет работу. Получить собственные квадратные метры уже и не надеется. Потому что для того, чтобы встать на квартирный облик в Киеве, нужно пройти несколько кругов пекла, чтобы изобрать все документы, чтобы эти документы были в соответствующем оформлены и провести все комиссии. И бойцы на передовой, и отставники согласны. Наша армия безусловно окрепла, но конечной цели полного реформирования мы так и не достигли. Ведь пока вместо стандартов НАТО действуют советские уставы, а достойную зарплату заменяют карманные расходы. Игорь Левенок, Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер.